Всем привет! У микрофона я, Амортис, а это новый обзор мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Сегодня у нас достаточно интересный пациент, интересный с точки зрения закона. Встречаем, Tiny Thief, что в переводе означает «крошечный вор». Так что сегодня мы с тобой пошлем систему куда подальше и отправимся нарушать законы. Ведь они ради этого и созданы. Сюжет? Здесь интересен не только и не столько сам сюжет, сколько его подача. Каждая глава, ну вернее каждый пак миссий оформлен под акт представления в кукольном театре. Ну ты знаешь, были раньше такие повозки, ездили по деревням и городам, показывали представления на площадях. Кстати, зачастую в состав актерской труппы такого театра входил и вор, который срезал кошельки поглощенных зрелищем зрителей. Но не суть. Занавес расходится и мы видим такую вот милую заставочку, где кукольная фигурка главного героя игры, подвешенная на ниточках, совершает какие-то действия. Выбрав миссию, мы видим небольшой комикс, предысторию, объясняющую нам, чего ради мы снова рискуем быть пойманными за вороство. Притом довольно часто воровать приходится исключительно из робингудовских соображений. Ну, например, варит бабушка похлебку, а ничего кроме рыбьих костей у неё нет. И бабушка мечтает о тыкве. Ну и наш сострадательный воришка берётся украсть для неё тыкву. У богачей и злобной стражи, разумеется. Ну и всё в том же духе. Под стать меню и историям вся игра. Визуальный стиль – такая вот мультяшная, несколько схематичная отрисовка. Схематичность и простота абсолютно не напрягают, а очень даже хорошо вписываются в атмосферу. Кстати, о ней, об атмосфере. Она тут есть. Конечно, ни о каком полном погружении речи быть не может, и тем не менее, пока я играл, я чувствовал себя участником такого вот спектакля, который показан в меню. Как будто попал в сказку про доброго вора и злых лавочников. Короче говоря, приятно. А теперь поговорим о геймплее. С самого начала он показался мне дико знакомым. Но поскольку первые миссии были совсем уж простыми, вроде кражи корзинки с едой у спящего стражника, я долго не мог въехать, где же я видел что-то подобное. И только на той самой миссии с бабушкиной тыквой меня вдруг осенило. Как достать соседа? Была такая замечательная игра. Вернее, первые пару частей были замечательными, после чего серия скатилась в унылое говно. Но не суть. Если ты помнишь эту игру, ты сразу же сможешь представить себе, что такое Tiny Seaf. Это такая стелс-аркада, основанная на правильном выборе времени для действий. То есть ты ждёшь, пока чувак отвернётся, и делаешь ему какую-нибудь бяку. Ну, например, кидаешь колбасу его собаке, а потом прячешься и ждёшь, пока бяка сработает и отвлечёт чувака. Тогда можно спокойненько брать то, зачем пришёл. А, чуть не забыл, в каждой миссии есть ещё такие бонусные подмиссии. Например, найти спрятанные предметы. А ещё у нашего вора есть друг. Это то ли хохорёк, то ли куница. И он тоже прячется. Если его найти и позвать, тапнув по нему, это дополнительный бонус качкам. Ну, а напоследок я оставил управление. И это самая слабая сторона игры. Сейчас расскажу почему. Дело в том, что перемещаемся мы тапами по экрану. Когда оказываемся рядом с объектом, с которым можно взаимодействовать, рядом появляется иконка действий. И это неудобно. Приноровиться, конечно, можно, но когда нужно делать что-то на время, то гораздо проще было бы управление джойстиком. А так, часто я просто не успевал попасть пальцем в бочку, а потом в нужную иконку действия. Такие дела. Плюсов куча, из минусов неудобное управление. Но это можно простить, не так ли? На сегодня это всё. Оценивай, комментируй, подписывайся на канал, если понравилось видео. С тобой были Николай Подгурский, Фёдор Амортис и обзоры от MOP.UA. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!